И после этого мне кто-то пишет, что в английском рэпе намного больше смысла, чем в русском. Ребята, вы... Майни, вновь с вами. Всем привет. Вы меня давно просили посмотреть топливство на реакцию. Обычно смотрю его ролики сам, отдельно от всех. Просто они очень крутые. Мне очень нравится, как они сняты. Очень нравится, какая подача, информация идет. И поэтому я всегда его смотрел сам. Но вы просили меня посмотреть. Поэтому, если вам зайдет, мы будем смотреть дальше. Пока это так. Тестовый вариант его нового ролика. Называется «Может ли искусство быть добрым?» Готовы смотреть? Готовы. Но также вы знаете, что у меня была проблема с камерой. Я вот только недавно... Я сразу как бы... Она сломалась. Своя старая камера. Я купил сразу новую, почти такую же. Поэтому по бюджету я очень сильно просел. И если вы хотите желание мне помочь, вы можете перейти на мой сайт. У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. КСГО премиум, Овервотч, Майнкрафт и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт. Даже с полным доступом. Также есть промокод «майни10», по которому вы получите 10% скидку. И знаете, что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А вот теперь давайте смотреть ролик. Топрисом. И ёп. Я? Ну что там, как Новый год? Ладно, не об этом. Вы, конечно же, знаете, какой жанр музыки плевать хотел на морали, где говорят об убийствах, насилии и... Все понятно, это реп. То есть к женщине, как к сексуальному объекту. Это, конечно же, опера. А, окей, это не реп. Судите сами. Хозе заколол Кармен, потому что она его разлюбила. Главный герой Леди Магу, это Мценского уезда, развращает Катерину, а затем они вместе идут убивать людей. Ну а самоубийств в операх так вообще больше, чем ёп-ян во всех выпусках Топрис. Но 40 лет назад в мире появился жанр, который по уровню насилия может на равных помериться с оперой. Понятно. Наверное, реп, реп. У-у-у-у. И после этого мне кто-то пишет, что в английском рэпе намного больше смысла, чем в русском. Ребята, вы... Блядь, ладно. Это, знаете, я никогда никому ничего не докажу, я это понимаю, но почему многие считают, что в английском рэпе намного умнее текста, нежели в русском рэпе? Как и в английском, так и в русском хватает своих звездочек, скажем так. Блот, рука, ступень, I'm gonna lead to it. Моя мама говорила, суки, поголовно вру. Самый адекватный пока текст тут был как раз у фараона. Про слово сука. С 2005 года рэперы стали употреблять его в два раза чаще. А слово шлюха в десять раз. А вот леди, они говорят все меньше. Кажется, что весь рэп это про насилие и неуважение к женщинам. Но вот вопрос. Это уровень насилия растет благодаря рэп? Или наоборот, рэп отражает насилие в обществе и выплескивает всю агрессию в текстах? Сейчас вот... А мне почему-то казалось, что уровень насилия с каждым годом уменьшается. Почему-то мне так казалось. Вроде бы я статистику какую-то читал. Нет. Каким был первый хип-хоп? Какие музыканты имели больше всего проблем с законом? Провоцирует ли рэп насилие? Может ли искусство быть абсолютно добрым? Работает ли цензура? И почему мы так сильно любим негодяев? Ну, смотри, вот насчет негодяев, кстати, это реально... Особенно девушки. В реальной жизни любят негодяев почему-то. Чаще убирая их, а потом жалея об этом всю свою жизнь. Ну, а в фильмах, потому что они, блин, круто сыграны. Культура вызывает насилие или только отражает его уровень в обществе? 808-й синту рэперов только добавляет этому жиры и динамики. Красиво? Не поспоришь. Но это не для меня. Я закрою глаза и буду слушать только музыку. Только музыку. Реклама наушников. Все среди бесит. А все рэперы звучат одинаково? Неправда. У вас просто плохие наушники. И нет возможности услышать двухдолларовые купленные синты позади 88-го пердящего баса. Если кто-то вам скажет, что или они шпали... То знаете, какие дорогие, кстати, синты. Вот реально, если покупать именно... Реально покупать плагины для всех программ, можно с ума сойти. Там цены тысячи долларов. Миллионы долларов. Которую не слышно? Знаете, это вранье. И вас считают за дурака. Наушники Sony XB900M с активным шумоподавлением. Я просто нажимаю на кнопку включения и все. Звуки вокруг становятся тише. Я как будто попадаю в аквариум. Микрофон в наушниках ловит внешние звуки и кидает обратную звуковую волну, которая их гасит. Поэтому Билли Айлеш пойдет мне прямо в ухо. Когда покупаешь эти наушники, бери их с собой даже на вечеринку. Не придется слушать то дно, которое включают друзья твоих друзей. Ну и да. Если кто-то хочет вашего внимания, вам нужно сделать всего лишь так. Чего? Сфоткаться можно? Да, давай. И наушники поймут вас, и вы услышите внешний мир. Спасибо. Наушники Sony XB900M. Не знаю, один раз пробовал. Это не будет считаться антирекламой, но у некоторых... Вот у меня лично почему-то от шумоподавления, вот в больших наушниках, только большие пока что подавление пробовал, у меня начинала болеть голова. Вот очень быстро, не знаю почему. Вот мне начинало давить это на голову. Для меня, я не знаю, надо будет попробовать еще, конечно, Apple-овские AirPods Pro, попробовать еще другие Sony-овские наушники, тоже с шумоподавлением, но... Ключеным шумоподавлением. Это магия заряда, которой хватает на 30 часов. Ну, я не понимаю, почему у меня начинала болеть голова. Это мои наушники. И не только на них, а на другие гаджеты. Какие? Говорить не буду. Посмотрите сами. Sony классный. А мы продолжим. У меня камера от Sony. У меня PlayStation Sony. У меня много чего от Sony на самом деле. Sony хорошая фирма на самом деле. Что если я скажу, что не рэп ведет к преступлениям, а наоборот? Точнее, одно конкретное преступление привело нас к появлению хип-хопа. В ночь на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке случился блэкаут. Без электричества остался целый город. По традиции, в городе начались беспорядки. Поджоги. Это отвлекло внимание властей поконящей подростки из гетто. Выносили из магазинов дорогую аудиотехнику. В руках простых ребят оказалась аппаратура, которую раньше они не могли себе позволить. Следующее утро в городе стало на тысячу диджеев больше. А это уже 79-й год. И рэперс Дэлайт. Первый хип-хоп трек в истории. Да, вполне... Блин. Вот это интересный факт. Довольно беззубый. Мирный. Парни читают про ритм, флоу, своих друзей MC и милых дам вокруг. Больше похоже на диско, если честно. Такое не ставили ни по радио. Такое не ставили ни по телеку. Конечно же, к этому нельзя было придираться. У родительского комитета США тогда были дела поважнее. Разгневанные родители вовсю боролись с сапатажными рокерами. Еще бы. Музыкант Принц, например, затронул тему женской мастурбатации. О, боже мой. О, нет. Особенно это возмутило вот эту женщину. Типер Гор. Жена будущего вице-президента США Альберта Гора. Сами студенты, конечно, были с этим не согласны. Это всего лишь слова. Это всего лишь слова песни. Там даже вроде бы ничего какого-то дикого контекста не было. Думали, что делать с рок-музыкой. Хип-хоп набирал популярность. И тексты в нем становились все жестче. В 80-х и 90-х появились новые артисты. Жанр стал привлекать внимание... 50-цент это или... Конечно же, родители. Или нет? Господи. Нет, 50-цент это боль побольше, господи. Я что-то плю. Факт-палис. Родители были возмущены. Секс это что-то, которое будет вкусно в хорошем христианстве. Это то, что мы имеем. Мои люди должны идти в христианство? Да, конечно. В результате борцы за этичную музыку не придумали ничего лучше вот этого стиха. Ох, этот христианский секс. Господи. Ребята, которые такие все правильные в плане христианства, православия, прочее, короче, все религиозники, они такие же грешные, как и нерелигиозники. Хотя бы мы не врём, как говорится. Осторожно, не стоит покупать эти пластинки своим детям. А согласитесь, довольно примитивный план борьбы с нежелательным контентом. Тем более, что стикер имел обратный эффект. Он стал отличной рекламой. Первая пластинка, на которую его наклеили, мгновенно разошлась среди подростков. Ещё бы. Ведь она теперь официально табуирована, а значит, крута. Но вместе с этим стикером... Запретный плод сладок, как всегда. ...ище чаще стали считать социально опасным жанром. Но все помнят, как в 2018 году сразу в Неверситах городах запрещали айспик и хаски. Да ведь? Ну что, сработало это? Наоборот. Хаски стали искать в Яндексе чаще в два раза. Айспик в целых 14 раз. Когда запрещают что-то, становится интересно, а почему? Ну, так как чёрный пиар получается и... Я запрещаю вам думать о белом медведе с красным носом вот здесь, как у клоуна. Не надо. Нельзя думать сейчас о белом медведе. У него красный нос вот здесь вот такой, как у клоуна. Зачем он это делает? Нельзя думать. Зачем он сейчас делает такое движение? Получилось? Ну вот. Ну да, рэперы реально привлекают и полуцируют СМИ. Красный медведь белый с красным носом. Своим проблемами с законом и выходками, ну да, чё там уж там. Он и трэш иногда творится. Эти ребята в красном – Bloods. Одна из главных банк США. Они обеспечивали с XC9 уличный статус и возможность называться гангста. Они постоянно крутились у него в клипах. И с XC9 открестилась от них только тогда, когда его стали судить за растление малолетней. А вот 19-летний рэпер Тэй Кей. Он застрелил человека во время ограбления. Потом сбежал из домашнего ареста и даже записал во время побега клип. Его всё равно поймали. Серьёзно? И последний на 55 лет. Вот это тру, да? Какой тру, блин? Это мудачьё вонющее просто тру. В чём трушность-то? В чём трушность? Убить человека – трушность? Нет, пацана. Человек делает то, о чём поёт. Нафиг такой тру. Действительно, делает то, о чём поёт. Оба его родители – члены группировки. Прикол, да? Родился, не попал не в семью, как бы, а в группировку. Рэпер YNW Мелли едва выпустил Scanny Clip Mixed Personalities и тут же сел за убийство двух участников своей же группы YNW. А теперь ему ещё и грозит смертная казнь за убийство заместителя шрифа округа Индиан Ривер. Из-за таких громких дел рэп и ассоциируется с преступниками. В одном из исследований спросили, нужна ли... Не, ну именно русский рэп – это плохо. Это очень плохо. У нас, кстати, пока что хорошо, что в России рэперы могут читать про что угодно, но пока вроде никто никого не убивает, потому что мозгов у нас, наверное, ещё пока хватает. Цензура для определённых жанров. Всем раздали тексты песен. Половине испытуемых сказали, что это хип-хоп, другой половине сказали, что это кантри. Та половина, которая думала, что это хип-хоп, сказала, да, сюда нужна цензура. Видите, дурная слава рэпа работает сама на себя. Так с каких пор тогда рэп стал ассоциироваться с преступностью? Отвечаем, с самого начала. Хотя на первом этапе хип-хоп был как альтернатива преступности. Хип-хоп появился среди уличных банд, каждая из которых держала свой район и боролась за доминирование. Они были законом на улице и отвечали за порядок на своей территории. Это были такие сообщества, что в них входили родственники, вплоть до сестричек и мам. У банд даже были подразделения для юных учеников. Тровные узы. У Seven Immortals это были Young Immortals, а у Savage Skulls — Young Skulls. Да, в то время, когда в Москве бегали пионеры, в Бронксе вовсю орудовали банды маленьких гэнгстер. А что если я скажу, что в начале пути рэп начинался как альтернатива преступности? Звучит странно, звучит как будто бы я вас обмануть хочу. Но в 80-х лидером одного из подразделений банды Black Space стал Африка Бамбата. Он быстро нашел общий язык с членами банды других группировок и расширил свои территории почти на весь Нью-Йорк. Но главное, Бамбата создал для своих младших ребят дискотеку и предложил выяснить отношения не драками, а танцевальными баттлами. Это сработало, и если раньше все решалось на кровавых сходках, то с тех пор отношения можно было выяснить в брейке. Кто лучше станцевал, кто лучше. Вот это я считаю правильно, вот это круто. И никаких убийств. Рэп начинался как альтернативу преступности. Упивать других людей нельзя, это плохо, мы всегда не знали. Сейчас от рэперов ждут убийств, насилия, физического какой-то расправы, грабежей. Хотя на самом деле в поп-музыке насилия было не меньше. Смотрите, убийство, захват заложников, опасное вождение, употребление алкоголя и наркотиков. Но мы воспринимаем такие нарушения закона, как игровые и почти не замечаем. Да и вообще, если посмотреть на историю музыки, становится очевидно, что не только рэперы отбиты. Легенда-фанкер Джеймс Браун выстрелил в свою жену после того, как ударил ее металлической трубой. Пионер рок-пирола Чак Берри до того, как стал известным, угнал автомобиль и отсидел 3 года за ограбление, а потом еще полтора года за секс с 14-летней. Главная звезда кантри Джонни Кэш был арестован за перевозку наркотиков из Мексики. А Пол Маккартни отсидел 10 дней в японской тюрьме за хранение марихуаны. Ну и напоследок Фрэнк Синатра был... Ну мне кажется, это еще не... это пизобидно. Все, что связано с наркотиками, это все... Он никого не убил! Тем более марихуана. Что вон за совращение? Не, ну... нельзя. Это нельзя, но это не убийство, понимаете? Это не убийство, не изнасилование, не еще там какая-то... Насилие было всегда, просто мы научились это не замечать. Для нас тексты рэперов это какой-то рофл или просто театр рэперов, да, они типа прикалываются. Для нас все концовки фильмов это добрые концовки, да, позитивные. Простой пример сказки. Дисней всегда стремился к своим хэппи-эндам, делая милые, но беззубые истории. А потому что говна в жизни хватает, хочется иногда расслабиться, платить что-то веселое. Хотя вот недавно смотрел фильм, блин, во все тяжкое, это не сериал, но фильм во все тяжкое, мне он очень понравился, хоть финал грустный, но ой, вау, фильм очень классный, советую посмотреть. Все совсем по-другому. Сказки учили жизни. В красной шапочке Шарля Перро, например, нет никаких дровосеков, спасающих главную героиню и ее бабушку. Только довольный сытый волк и девочка, которую он загрыз. Мораль? Не спрашивайте советов у незнакомых. Раньше волк был образом мужчины-насильника, и молодые девушки не должны были общаться на улице с незнакомыми. Этому их учила сказка, и это влияло на их жизнь. В жестокой версии Золушки от братьев Гримм злобные сестры режут свои ступни, чтобы влезть в хрустальные башмачки, а когда хитрость не удается, прилетают два голубя и выклевывают им глаза. Сестры заканчивают свои дни слепыми нищенками, в то время как Золушка наслаждается роскошной жизнью. Это стрёмная версия, хотя я знал про эту версию, но это так стрёмно. В королевском замке эта сказка показывает истинную цену зависти. А в оригинале «Спящие красавицы» принцесса после пробуждения узнает, что стала жертвой насилия и матерью двоих детей. Насилие было всегда. Вот этот поворот. Спрятали. А тут какая, подождите, а тут какая мораль? Не спи? Или что? Я вот не понял мораль последнего. Возвращаясь из фильмов про принцев, девушки ищут себе идеального мужчину, который будет их любить постоянно. Страсть будет не угасать. Секс, всё, всегда будет просто всё хорошо и идеально. Такой мужчине нужен. Но взрослея реальность дает им пощечину. Измены, разводы, вот эта вот вся... Все эти сложности взрослой жизни. Хорошо, давайте представим, что борцы за мораль окончательно победили, и искусство стало исключительно добрым. Исключительно. Думаете, такое невозможно? А вот и нет. В 30-х годах в одной из самых консервативных стран мира произошло... Мне кажется, всё равно искусство-то будет добрым, но люди, которые шизанутые, они всё равно же останутся. Я говорю про Иран. Про Китай? Нет. Про США. Раньше в американском кино действовал кодекс Хейса. Это свод запретов, которые принимали сами киностудии и прокатчики. В фильмах нельзя было показывать сексуальные образы, даже в форме теней или силуэта. Сексуальное поведение нельзя было. Реалистичные драки и тем более убийства. Наркотики, роды, межрасовые отношения, белое рабство. А вот чёрное при этом можно было. Оскорбление чувств верующих и многое другое, не говоря о чем. Двойные стандарты! У-у-у! Класс. Спасибо. Законы касались даже мультфильмов. У Бетти Буб, например, в 30-х платье стало заметно длиннее, а плечи закрыты. Но главное, зрителям должно быть очевидно, кто хороший герой, кто плохой. Хороший симпатичный и всегда побеждает. Плохой несёт наказание. Да, вот так и никак иначе. Религиозное американское общество очень строгих правил, но всему всегда приходит конец. В 50-х появилось телевидение и кинотеатры на колёсах, где можно было увидеть трешовые, но весёлые фильмы категории «Б». Также всё больше американцев увлекалось независимым итальянским и французским кино. Главными героинями фильмов Гадара и Феллини иногда оказывались проститутки. В фильме «Фотоувеличение» Антониони было много эротических сцен. «Публика полюбила такое кино». И дело здесь не в откровенности и чернухе. Дело в том, что герои тех фильмов были настоящими. Иногда они делали плохое, иногда они делали хорошее. Это и подкупило аудиторию. Цензура в кино тогда проиграла. Теперь мы можем посмеяться. Но цензура всегда проигрывает. Тут куда ни денешься. ...над этим постером, высмеивающим весь кодекс Хейса сразу. Тут и эротизм, и убийство полицейского, и смотрите, курение, и алкоголь. И азартные игры. Современного зрителя таким не удивить. Откройте Netflix и посмотрите сами. Там такое можно найти. Пострашнее этого. Знаете, мы живем с вами в самое безопасное время в истории. Да, для кого-то это может быть удивительно, но это так. Ну мне тоже так кажется. В 90-х произошло событие, которое называют великим снижением преступности. В США стало резко меньше убийств и грабежей. И никто не знал почему. Может из-за увеличения количества полицейских. А может снятие запрета на аборты. Или изменения в культуре общества. Кто-то вообще говорит, что дело в том, что краски и бензин перестали добавлять свинец. А он делает людей агрессивными. В России... Мне кажется, точно не поэтому. ...нападение, убийство и рэкет были тогда обычным делом, но уже в 2000-х. Уровень преступности резко упал. Изнасилований в России стало меньше в 4 раза. Смотрите, это 90-е... Ну это радует, что есть такая тенденция. ...селяет надежду, правда? А вот как убийство. Вот 90-е. Начало нулевых. А затем спад в 5 раз. К нашему времени... Это тоже очень радует. ...просто не модно, скучно. Есть ли тут связь с рэпом? Он провоцирует насилие? Или же все-таки отражает насилие в обществе? Художник Крис Бурден в 1971 году попросил друга выстрелить ему в плечо. Так он заявил, что насилие стало неотъемлемым развлечением западной цивилизации. Такой же ее частью, как американский пирог с чашкой кофе. Спрашивать про связь музыки и насилия, это все равно, что спрашивать, а кто первый? Яйцо или курица? Это два связанных между собой процесса. Культура отражает общество и является его частью. Так, например, современный рэп самый грустный в истории. Рэперы все чаще читают о депрессии, страхах, психологах. Даже Канни Уэс в своем твите говорит про то, что рэпа ментального здоровья больше никто не принимает за шутку. И, возможно, неспроста год назад Кендрик Ламар за альбом «Дам» полный экзистенциальных поисков получил престижную пулицарскую премию. До этого его вручали только за классику или джаз. То, что я сейчас вам скажу, может показаться вам странным и удивительным, но... А вот послушайте этот альбом, о том, что я теперь себя тупым чувствую понять, что там было такого. Потому что они нас психологически привлекают. Мы тратим каждый день очень много сил, чтобы просто оставаться в рамках, так как нам нужно быть нормальными. Нам много запрещено. Мы не можем позволить себе насилие. А плохим парням... И, слава богу, насилие... Не знаю, мне не привлекает насилие именно в том ключе... Ох, блин, хочу убивать людей. Вот хочу вычезать кого-то. Нет, у меня такого никогда не было, не знаю. Для них не существует давление общества. Они делают, что хотят. Мы трясемся из-за денег. А преступникам ничего не стоит просто разжечь. Одно дело преступники в фильмах, а ты понимаешь, что это все как бы инсценировка, просто кадры фильма, а другое дело в жизни. Моцикл злодеев гораздо больше, чем у супергероев. Черный юмор и манипуляция чужим состоянием. Трогательная откровенность. Плохой парень попадает в куда более разнообразные ситуации, а значит, ему есть что показать. У плохих парней есть причина ненавидеть общество. Артур стал Джокером, когда понял, какой глупой и ужасной шуткой оказался весь мир. Айс Ти таким же жестким сделала насилие и расизм со стороны полицейских, которые он наблюдал с самого детства. Такие же причины ненавидеть общество есть и у нас. У каждого. И у меня тоже. Но мы каждый день держим злобу в себе. Задумайтесь, почему рэперов так любят подростки? Почему американский рэпер из Нью-Йорка может стать кумиром для 13-летнего забитого мальчика из Тюмени? Да потому что этот мальчик... А потом этот мальчик будет писать комментарий. Вот в английском рэпе очень умные слова, очень умные. Там ничего не писано про наркотики и по убийствам. Вот это, блин, классика. Не может себе позволить то, что может... А вот в роке, еще тем более, вообще ничего такого нет. Короче, я не знаю. Ребята, вы хоть иногда читайте переводы песен. Во всех жанрах, практически во всех, не знаю, наверное, только там слов нет. Много можно найти подноготных, много подноготных. Я сейчас не про деньги говорю. Артист приносит себя в жертву. Это ему бороться с последствиями приема наркотиков, проблем с законом и постоянно ходить к венерологу. Зато его аудитория может следить за этим и чувствовать себя более свободными, а мир чуть более справедливый. Молодые музыканты популярны, потому что они говорят о проблемах здесь и сейчас. Они очень быстро находят язык с подростками, что очень бесит их родителей. Потому что те уже не могут найти общий язык, там, пару-тройку лет, им не могут поговорить нормально с своим ребенком и понять. Это подхватывают политики, которые обвиняют музыкантов во всех мыслимых и немыслимых грехах. Потому что это отвлекает общественность от социальных проблем. Это да. И привлекает внимание этих родителей. Которые, да, запрещайте рэп, мои там дети слушают эту херню. А это лишние голоса. Вместо того, чтобы вот так вот топтаться на месте и вот не зная, чтобы нервничать, беситься там, запрещать, закрывать глаза и закрывать рты, нужно задать себе глубокие вопросы. Что я чувствую? Что происходит вокруг меня? И почему? Какой информацией я себя окружаю? И как настроить свою ленту новостей хотя бы? И рекомендаций? Может, просто не настраивать и потреблять то, что предлагают. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Блин, ну тут на самом деле все правильно. Вообще, как бы, цензурить творчество смысла нет. И как-то прикрывать кому-то рты. Всегда найдется другой человек, который будет заниматься тем же. Но, опять же, он правильно сказал, что политики этим занимаются не потому, что, ой, им так противны тераперы. Они просто хотят привлечь на себя внимание. Политикам это выгодно. Это для них пиар. И это еще более страшно. Политики такие лицемерные в этом плане. Дико лицемерные. Вот напишите, что вы думаете о современной музыке. Что в прошлом музыке тоже такое было. Вы уже видели все. Поэтому не надо писать. Вот мои года. Во-первых, вам точно уже не больше 100 лет. И в ваших годах тоже была такая же музыка. Просто других жанров. Рок того же касается. Так что, пишите, что вы думаете. Поменялось ли ваше мнение. Что вы думаете о том, что русский рэп намного хуже английского. И так далее. Потому что это все очень забавно читать. Но если будут какие-то адекватные комментарии, мне будет тоже очень приятно их почитать. Потому что я уверен, что у меня стоит очень много умных ребят. Реально. Я иногда читаю комментарии и думаю. Блин, а вы умнее меня в разы. И вы пишете довольно умные вещи. И важные вещи. Поэтому пишите. Я почитаю. Мне будет очень интересно. Также не забывайте, что вы можете поддержать денежкой. Если есть желание. Или вы просто хотите выиграть игру. Или купить аккаунт. То есть мой сайт. Также есть промокод на скидочку. Там 10%. В описании, в комментариях все это есть. Также не забывайте написать мне номер заказа ВКонтакте. В личные сообщения. Я вам распишусь. Или вы можете писать номер заказа и ссылку на своего друга. Если вы хотите, чтобы я расписался вашему другу. Я тоже без проблем распишусь. Вот такие дела. Всем удачки. Вы крутые. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok